После однодневного марша за справедливость, который устроил Пригожин, Путин сам признался, что ЧВК Вагнер финансируется из государственного бюджета. Содержание всей группы Вагнера полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Владимир Путин фактически признался в преступлении, государственном финансировании наемников, частной военной компании, что запрещено законами самой же России. Но после попытки переворота финансирование боевиков сразу заморозили. Близкие наемников жалуются на отсутствие выплат. Некоторые зарплаты не приходили уже по нескольку месяцев, а после попытки мятежа никто не знает, увидят ли деньги вообще. Объясните, пожалуйста. Муж ушел в апреле. 12 июня позвонили из Питера, все уточнили и сказали, что в конце месяца позвонят, чтобы я приехала за выплатами. До сих пор нет звонков. Это нормально? Не понимаю, как связаться с бухгалтерией теперь. Подтверждения не было. Муж с конца марта служит, а зарплаты до сих пор нет. На связь все это время не выходил. Сказал, что должны позвонить кассиры. А это ответ администратора группы, где решают вопросы по выдаче выплат родственникам боевиков. Выдача в Москве на стопе пока что. В любом случае зарплату получат все. На почту возможности отвечать нет. Как что-то станет известно, всем ответят и сообщат. Каждый день писать и уточнять нет смысла. Как станет все известно, вас оповестят и тут, и на почте. С мая 2022 года по май 2023 на зарплаты и стимулирующие выплаты было потрачено более 86 миллиардов рублей. Плюс 110 миллиардов страховых выплат на ранения бойцов и семьям погибших. Теперь, видимо, финансирование из бюджета значительно сократится. Во-первых, кризис непосредственно самой российской всеэкономической системы. А второй момент, что все-таки вагнеровцы показали себя не совсем лояльными к ниночному режиму. Поэтому зачем их, как говорится, финансировать? Британская разведка сообщает, что ЧВК «Вагнер» пытается сэкономить на расходах на заработную плату. Группа «Вагнера», вероятно, движется к процессу сокращения и реконфигурации. Главным образом для того, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала в период финансового давления. Вполне возможно, что Кремль больше не финансирует группу. Уверены британские разведчики. Частично затраты на ЧВК «Вагнер» может взять на себя белорус. Часть наемников «Вагнеровцев», которых могут привлекать как инструкторами, то вполне естественно, что, как говорится, их могут профинансировать. Финансирование – это не только заработная плата. Это еще те же самые лагеря, в которых они находятся. То же самое питание, логистика перемещений по Беларуси и так далее. Мне так кажется, что вот это все финансовые затраты легли тяжелой ношей на плечи белорусского правительства. Пригожин забыл старую пословицу – «Не кусай руку, которая тебя кормит». И теперь его ЧВК уменьшат численности и сошлюсь, скорее всего, в Африку. Для Украины это только плюс, так как бойцы из ЧВК на поле боя были наиболее мотивированные и обученные в отличие от регулярной армии РФ. Субтитры создавал DimaTorzok